Продолжение следует... Так, Нина пишет «десяточки», Марина «десятки». Отлично, значит, слышно меня хорошо. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Олеся Селезнева. И сегодня в рамках курса «Запуск» я с удовольствием проведу для вас обучение на очень важную, очень интересную тему для всех, кто сталкивает себя с MLM-бизнесом, бизнесом прямых продаж. Это техника прямых продаж. Как ее использовать? Какие приемы использовать, продавать, не продавая? То сегодня вы от меня получите очень ценные мои наработки и советы, идеи, конечно, для эффективного общения с клиентами. Для начала давайте с вами немножечко познакомимся. Напишите, пожалуйста, какие города у нас с вами присутствуют сегодня. Сегодня, кстати, я сама из города Оренбург. И было бы здорово Ростов-на-Дону, Донской, Негань, Курган, Тверь, Брянск, Московская область. Здорово, как всегда, география нас очень-очень радует. И было бы здорово, если бы вы написали, в какой вы квалификации. Сейчас вы поймете, почему я спрашиваю. Скажите, друзья, честно, любите ли вы продавать? Или от слова «продажа» вас немножечко, так скажем, покореживает, и вы думаете, что «Ой, нет, только не продажа». Или вы придерживаетесь той позиции, что, ну, есть такие лозунги, да, в некоторых компаниях, когда говорят «Ничего продавать не надо». Считаете ли вы, что это действительно так, что придя в сетевую компанию, в частности, мы сегодня говорим про нашу замечательную компанию «Армель», что ничего продавать не надо? Так, не особо, 6%, 9%, то есть есть у нас достаточно такие квалификации, только-только, вот в бизнесе 2,5 месяца, Алина. Здорово. Люблю продавать, пока только в режиме онлайн, в перспективе живые продажи. Люблю продавать, но, как правило, не знаю. Павел, здорово, уверена, сегодняшняя школа, вы получите на ней инсайты и начнете делать это правильно, нравится продавать. Ну, смотрите, те, кто сегодня активно пишет, кстати, друзья, спасибо большое за обратную связь, я люблю выстраивать свое обучение именно на общении, для того, чтобы понимать, да, что вам интересно, что вы понимаете меня, что вы в теме, как говорится. Многие из вас пишут, что им нравится продавать. На самом деле, по статистике, только 5% людей, которые действительно любят продавать и связывают свой бизнес именно с продажами. Скажу честно про себя, я человек, который не любит продавать, ну, по большей степени вот именно продукт с целью заработка на нем, да, вот здесь, сегодня и сейчас. Ну, естественно, когда я проходила в бизнес в 2016 году, я начинала именно с продаж, для того, чтобы понять, прочувствовать продукт, его актуальность, нужность людям и так далее. И здесь, конечно, есть свод правил, техник, зная которые вы можете повысить свой уровень продаж. Сейчас уже, отматывая время вспять, так скажем, да, я понимаю, что мы с вами все что-то, но продаем. Даже если мы не продаем продукт как таковой, мы продаем бизнес-идею. И поэтому все, что связано с нашей деятельностью, да, в компании, это, естественно, связано с продажами. Поэтому я и озвучила, что сегодняшняя тема, она очень актуальна, и она будет интересна абсолютно любому человеку. Согласны со мной? Поставьте плюсики, кто согласен. И интересно ли вам эта тема? Прямо можете пошуметь, покричать в чате. Создадим такую рабочую обстановку. У нас, кстати, сегодня много мужчин. Мне очень приятно видеть такую аудиторию. Так, на официальной работе люблю продавать, а как только для себя, то не могу. Да, бывает такой стопор, когда мы работаем на кого-то, мы воспринимаем это как задание, да, мы понимаем, что нам за это заплатят деньги. Если мы это не сделаем, значит, нам за это ничего не заплатят. И здесь, в своем бизнесе, у многих вот именно такой большой таракан, что мне нужен тут начальник, а его, в принципе, нет. Ну что ж, здорово. Мне очень нравятся ваши вопросы, нравится ваш настрой, поэтому давайте начинать. Говоря о том, как же влюбить клиента в продукцию «Армель», я хотела бы начать на самом деле именно с ошибок, которые мы с вами можем начать. Почему я люблю начинать с ошибок? Ну, потому что, во-первых, это пройденный путь, и всегда люблю им делиться, чтобы люди не наступали на свои грабли, а наступали уже на чужие. И когда мы начинаем с минусов в плюс работать, то как-то, на мой взгляд, это запоминается более убедительно. Очень надеюсь, что среди вас нет таких людей, которые совершают данные ошибки, которые вы видите на слайде, но тем не менее не повторить их я не могу. Самая распространенная ошибка, которую могут говорить новички, это то, что «Армель» – это парфюмерная компания. Почему так происходит? Да потому что многие приходят именно на продукт ароматы, в том, что он очень легкий, он эмоциональный, его легко продвигать, как бы не нужно быть там профессором и так далее. И говорят, что вот я сотрудничаю с парфюмерной компанией. На самом деле это не так, потому что мы с вами знаем, что в компании несколько направлений, помимо духов у нас есть замечательное направление вэлна, замечательное направление экопродукции, красоты, кофе и так далее. То есть мы зацикливаться на этом не будем, но тем не менее, чтобы вы понимали, то есть вы сотрудничаете с брендом, с большим брендом, и у нас есть разные направления. Слава богу, сейчас уже не говорят, что парфюмер «Армель» – это французские духи, которые делаются на заводе «Аршевиль», потому что на самом деле у нас российский бренд, и сейчас происходят потрясающие изменения касательно той же парфюмерии, с которой мы с вами начали сегодняшний диалог. И мы используем лучшие заводы, и это уже не только Франция. Поэтому когда мы убеждаем в чем-то нашу целевую аудиторию, мы сами же себе рождаем почву для того, чтобы люди задавали нам неудобные вопросы, и зачастую, может быть, мы не знаем ответа на них и начинаем плести все, что не лень нам. Да, отличные средства для дома, полностью согласен с вами, Сергей. Итак, частая тоже ошибка, что мы говорим, что в составе парфюма только натуральные компоненты. Совершенно неверно. И для партнеров, которые присоединяются в компанию, уже в личных кабинетах, доступные при определенной активности в 50 баллов, потрясающий курс от Любови Берлянской, которая как раз-таки вот эти все моменты для повышения вашей значимости в глазах клиентов, для повышения профессионализма вашего, говорит о том, развеивает вот эти мифы именно с позиции теории, с позиции физики, с позиции фактов, что полностью парфюм натуральным быть не может. Кстати, кто прошел данный курс в парфюмере, вы можете поставить пятерочки в чате, мы увидим уже профессионалов в нашей компании. Ну, Янина Алексеевна, я даже не сомневалась, Алина, Светлана. Смотрите, здорово, здорово, много таких партнеров. Это на самом деле классно. Значит, есть спокойствие, что все вы правильно доносите информацию. Ну, естественно, мы не проводим такие бабушкинские методы тестов на качество в виде тряски флаконов и поджигов. Может быть, кому-то сейчас это будет смешно, но реально мы с этого начинали, и именно такие ошибки делала я. Почему сегодня в свои слайды я этот пункт включила? Ну, естественно, не используем слова мы… Вернее, ошибка, если мы используем слова эквиваленты, копия, то же самое. Говорим, что наши духи очень стойкие, еще и называем количество времени. То есть сами себе роем яму, так скажем. Надеюсь, с этим понятно. Если понятно, ставим плюсики, двигаемся дальше. Если кому-то вдруг непонятно, пишите вопросы. Буду на них отвечать. Итак, все мы с вами понимаем, что основа бизнеса – это, естественно, продукт. Как мы с вами выяснили, продукт у нас замечательный. Мы все его любим, и поэтому очень важно пользоваться товаром самому. Самый нелепый вопрос, который вам могут задать – а сам чем пользуешься? Или сама чем пользуешься? И понимаете, по вашей реакции будет понятно, врете вы или нет. А вот вранье – это самый страшный фактор, который может подорвать доверие ваших клиентов, и завоевать его повторно будет уже очень сложно. Опять же, если говорить про себя, я никогда не буду продолжать деловое общение, диалог, рассматривать предложения бизнеса и так далее с человеком, который однажды мне сказал неправду. Для меня ложь, она унизительна. Поэтому, если вы какой-то продукт не пробовали, какую-то линейку, то лучше не предлагайте ее пока. Потому что подсознательно человек все равно чувствует, говорите вы правду или нет. Естественно, обучайтесь. То есть этот пункт я уже затронула, для того, чтобы вы выглядели в глазах ваших клиентов как эксперт, как профессионал. Вспоминайте всегда сами, когда вы приходите в магазин, у кого вы хотите покупать, у какого продавца, который вас грамотно проконсультировал, ответил на все ваши вопросы, был убедителен, или какая-нибудь там мямля, которая двух слов связать не может, но вы, например, знаете, что это классная техника или еще что-то. Естественно, обучение – это один из главных пунктов в технике продаж. Обучение именно по продукту. Ну и тем самым вы будете, естественно, повышать свою экспертность. Следующий пункт после подготовки. Кстати, какие инструменты нужны вам в подготовке, я коснусь чуть-чуть попозже, в следующих слайдах. Вот сейчас мы именно поговорим о этапах, которые должны быть, а потом с помощью каких инструментов эти этапы мы будем достигать. Поговорились? Чтобы вы понимали. Следующий момент – это выявление потребностей. Помните, да, в мультике «Простоквашина» чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное. Так вот, для того, чтобы человеку быть полезным, а именно тогда вы будете формировать свою целевую аудиторию благодарную. Вы должны понять, что ему нужно. Например, человек не пользуется ароматами, а вы ему предлагаете ароматы. Ну, ни к чему. Поэтому выявление потребностей – это очень важный пункт. с помощью чего мы можем это выяснить? Ну, естественно, с помощью вопросов. Что мы здесь можем уточнить? Чем человек пользуется на данный момент? Каким ароматом, например? Или какой косметикой? Чем убирает дом? Чем ему этот продукт нравится? То есть вы собираете такой анамнез, скажем, да, вот как врач, слушаете, что человек отвечает, и уже на основе собранной информации вы человеку делаете свое предложение. Естественно, важно присоединяться, соглашаться с человеком. В процессе я люблю делать комплименты. Ну, например, у вас очень хороший вкус, или вы сделали правильный выбор. То есть такие… Ну, естественно, все комплименты, они должны быть искренними. То есть если комплимент не искренний, это будет сразу прям вот чувствоваться, и человек поймет, что вы просто используете какой-то тренинг, а не искренне с ним. Егор, я видео не включала, потому что использую сегодня в презентации слайды для наглядности, потому что очень много примеров, и я думаю, что для вас это будет полезнее, нежели видеть меня конкретно. Так, дальше. Очень важно говорить на языке клиента, используя те же фразы, что он использует, какие-то обороты в речи. Даже знаете, что влияет? Скорость восприятия. Есть люди, которые говорят очень быстро, да, и, соответственно, важно и отвечать на вопросы, но желательно в таком же темпе. Или если человек говорит очень размеренно, делает какие-то большие фразы, задумывается, и вы ему в ответ, например, говорите, он вас просто не воспримет. Поэтому важно поймать одну и ту же волну с клиентом и говорить на его же языке. Это расположит вас к нему. Ну, например, вам человек говорит, вы знаете, мне нужен такой прям вот, ну пусть-пусть ему все сладенькие, такой вот ароматик. А вы говорите, у нас есть такой аромат, и ему это вот прям вот в разрез. Или вы говорите, вы знаете, у нас есть аромат 115, он вот прям вот тот самый ароматик, прям пусть и сладенький, который вам нужен. Или если вы, например, беседуете с мужчиной, естественно, он не будет с вами так общаться, он не воспринимает просто вот эти пуси-муси, фрути-туси, да. То есть здесь нужно проявить, ну, сдержанность, какие-то другие обороты, не знаю, брутальный, современный, коммерческий аромат. То есть, ну, надеюсь, что вы поняли, и эти примеры стали для вас очевидны, да, и вы примете это на заметку. Потребность мы с вами выявили, поняли, да, с помощью каких пунктов это можно сделать. Двигаемся дальше. С чего вообще можно начать разговор? Здесь вот вы можете прям сфотографировать или записать себе в блокнот фразу, да. С незнакомым человеком можно, в принципе, очень легко заговорить, например. Извините, я могу поинтересоваться, каким парфюмом вы сейчас пользуетесь? Может быть, вы, вам просто понравился человек, увидите, что он, ну, мог бы быть вашим клиентом, или вы чувствуете приятный аромат от человека, да, или человек вам, ну, например, сказал там, или «А что?», то есть вопросом на вопрос ответил, или, возможно, ответил, каким он ароматом пользуется. Нужно обязательно поблагодарить человека, сказать «Спасибо». Вы знаете, я интересуюсь не просто так, это профессиональное любопытство, потому что я работаю с элитной парфюмерией. Вы любите духи? То есть я в своих диалогах с клиентами очень люблю, как и на вебинарах, собственно, да, задавать вопросы. То есть с помощью вопросов как раз-таки мы и выявляем потребности. И если вам человек говорит «да», то вы понимаете, опять же, еще раз, да, что еще один жетончик в вашу копилку, что «да», это потенциально ваш клиент, и здесь следующий такой шаг. Вы говорите, тогда у меня для вас есть подарок. Вот подарки любят все. И здесь вы можете либо подарить свою визитку надушенным каким-нибудь таким продаваемым, интересным ароматом. Раньше я использовала исключительно 104 аромат. Наверное, уже все знают эту историю. Использую его как ароматизатор денег. Но сейчас с появлением новинок можно использовать не только 104 аромат. Я безумно, мне нравится 161 аромат. Причем он уникален для женщин и для мужчин. Пожалуйста, можно его наносить. Тот же наш 163-й, 0,99-й тоже бесподобный, 0,97-й. В общем, любой, какой не возьмете. Главное, берите аромат, который не сильно, допустим, сладкий и не сильно очень легкий, потому что вы можете не попасть в золотую середину, и у человека, наоборот, вызовет отвращение, да, вот этот запах. С какой целью дарится визитка? То есть визитка, которая пахнет, она долго напоминает о вас. И когда человек, допустим, либо открывает кошелек, либо там сумку, куда он положил визитку, то запах, он будет возвращать человека в эту эмоцию. И можно сказать, что это новый бренд на рынке. Я могу рассказать вам подробнее, когда вам будет удобно. Потому что понятно, что если вы познакомитесь с человеком на ходу, или, может быть, в лифте едете, где-то в очереди в магазине стоите и так далее, человек не располагает, возможно, временем, чтобы вы давали ему какую-то информацию. Поэтому вы просто обмениваетесь контактами и затем уже назначаете встречу. С этим понятно. Друзья, вам интересно со мной? Потому что я увидела в чате такое затишье. Возможно, вы все пишете, фотографируете. Ага, отлично. Все супер. Много плюсиков. Да, понятно. Слушаем, слушаем. Класс. Все, тогда двигаемся дальше. Инсайты ловите. Это уже классно. Дальше непосредственно, когда вы вошли в контакт с человеком, выявили его потребности, вы проводите непосредственно презентацию. Она не обязательно должна быть большой. То есть не такая презентация, как мы с вами проводим во вторник для наших кандидатов. Это может быть короткий показ какой-то продукции, какого-то направления. Может быть, вы просто показали человеку кофе и дали ему попробовать. Рассказывать нужно вкусно и образно, чтобы человек воспринимал, чтобы у него была какая-то картинка. То есть должно быть в обвлечении клиентов диалог. Что я еще рекомендую именно в пункте касательно презентации? Смотрите, мы продаем не только свойства, но и выгоду. То есть наши средства, они все очень функциональны. То есть мы не переплачиваем деньги за ненужное количество ингредиентов. То есть если, например, средство направлено для выведения пятен, то есть в нем нет лишних компонентов, супер-купер-одушек и так далее, за которые мы будем переплачивать. Если есть сыворотка, которая направлена на то, чтобы кожа питалась влагой, то ее функциональность именно в этом. Мы не напичкиваем наши средства дополнительными лишними компонентами. Поэтому это тоже плюс. То есть вы для клиента продаете выгоду. Купив, допустим, данный крем, ты решишь проблему того-то, того-то, того-то. Покупая этот аромат, ты не переплачиваешь, вы не переплачиваете за ненужные какие-то маркетинговые ходы, а платите именно за содержание того, что есть в флаконе и так далее. С этим, я думаю, тоже понятно. И очень здорово, когда вы используете вы подход в общении с клиентом. То есть, смотрите, не я зарабатываю, да, мне нравится. То есть когда вы говорите много-много-много о себе, а именно говорите о человеке. Ну, какие фразы здесь можно использовать? Вам это поможет, не знаю, приобрести финансовую независимость, приобрести статусность, приобрести красивый цвет лица и так далее. Вы получите быстрый результат. Пшитнете на пятно, и в течение пяти минут пятно уйдет. Для вас это выгодно и так далее. То есть когда вы прям вот используете фразу «вы», обращаясь к вашему клиенту. И для презентации еще очень хорошо использовать какие-то мастер-классы, да, где конкретно вы озвучиваете какую-то тему. Например, мы недавно в Оренбурге проводили тему «В декабре актуально праздничные ароматы». То есть рассказывали, какие ароматы можно использовать на корпоратив, на вечеринку, на встречу Нового года, как их правильно нанести и так далее. Часто использую мастер-классы по косметике, где конкретно либо рассказываем, как делать какой-либо макияж, либо рассказываем о секретах в уходе и так далее. Ну, то есть такие тематические мини-презентации, они тоже очень хорошо и интересно заходят. То есть вы здесь формируете целевую аудиторию тоже уже по определенному запросу, и приходят те люди, которым это интересно. Двигаемся дальше. После того, как вы презентовали, у вас есть такой пункт, как работа с возражением. Вот даже, допустим, сейчас я рассказываю, кто-то принимает, а кто-то говорит, там вот Егор написал, что ну вот с первым вопросом я не согласен. Конечно, мы все индивидуальны, индивидуальны, и то, что даю я, это мой опыт, мои наработки, что действуют у меня. Вы можете использовать абсолютно свои какие-то фишки, фразы, и это не значит, что вот так, а не иначе. Я думаю, что вы это тоже прекрасно понимаете. Так вот, возражения, они были, будут и есть всегда. И для меня очень важный момент, если человек не говорит что-то в обратную, значит, он разбирается в информации, он подбирает себе что-то. И, конечно, здесь вот не нужно бояться возражений, потому что ошибка еще многих дистрибьюторов в том, что они боятся начать, прокручивая всевозможные каверзные вопросы от клиентов, им кажется, что вдруг я не смогу ответить, и они не начинают бизнес, как бы его еще не начать, да, начать, не начинают, не начав, вот так вот. Поэтому не боимся возражений. Самое главное правило – не спорить с клиентом. Помните, что клиент всегда прав. И лучше задать уточняющие вопросы. И, смотрите, скорее всего, если от клиента поступает какое-либо возражение, то это какая-то ошибка в предыдущих пунктах. Либо вы не установили контакт с клиентом, недостаточно с ними познакомились, какие-то вопросы задали, может быть, которые в неловкое положение ввели человека. Либо вы не до конца выявили потребность и все-таки предложили тот товар, который ему не нужен, да. С этим… То есть сейчас возражения углубляться не будем, но тем не менее, что есть такой факт, да, имеет место быть об этом сказать. А дальше, когда вы уже получили себе клиента, очень важно дальше продолжать поддерживать с ним связь. И это называется постпродажное обслуживание. Знаете, очень классный, в традиционном бизнесе я вижу, как некоторые работают в компании, особенно которые оказывают какие-то услуги. И вот, допустим, мы брали автомобиль из автосалона, и было очень приятно, когда человек, менеджер, вернее, звонил, спрашивал, как вот нам нравится, да, напоминал, что там нужно пройти ТО, там через сколько километров и так далее. И вот нам с вами тоже важно вот это постпродажное обслуживание поддерживать с клиентами. И у меня очень классно работает система 2 плюс 2 плюс 2. Кто-то знает об этой системе? Что такое вот эти три заветные двоечки? Напишите в чате, и заодно проверим нашу с вами связь. Нет, не знаете. От этого становится еще интереснее. Светлана, Елена. Нет, нет. Здорово. Много таких. Тогда получите инсайт. Смотрите. Система 2 плюс 2 плюс 2. Что это значит? Вы совершили продажу. Ну, например, продали аромат. Ну, не важно, что. Не зацикливаемся. Важно сделать звонок клиенту в течение двух дней. То есть вы можете и на следующий день позвонить, но не позже двух дней. Для чего это важно? В первые два дня мы звоним клиенту с целью узнать, начал ли он пользоваться той или иной продукцией и узнать его впечатление. Потому что бывает так, что клиент купил, куда-то положил и забыл. А вы думаете, что через месяц вам уже надо новый заказ брать. То есть важно сделать напоминание и уточнить. Это всегда приятно. Следующий звонок важно сделать через 2 недели. То есть уже спросить о том результате, который он получил в процессе использования. Спросить, может быть... Вернее, смотрите, если человек говорит, ой, слушай, классный аромат, то вот как раз-таки в эти 2 недели самое время попросить у человека рекомендации, чтобы он показал своему знакомому или на работе рассказал о тех же ароматах, о кофе и так далее. И узнать опять же о том эффекте, который он получил за эти 2 недели. И следующий звонок мы делаем через 2 месяца. И здесь уже наша цель – получить повторный заказ, либо расширить линейку его использования. Потому что, ну, если человек купил аромат, то, скорее всего, через 2 месяца он не выпрыскает весь флакон. Хотя, не знаю, у меня настолько запал 161, что, возможно, через 2 месяца его уже не будет. Но на самом деле такое случается достаточно редко. В основном люди пользуются ароматом дольше. Но в эти 2 месяца вы можете, что, предложить ему другой аромат, либо расширить линейку, предложить тот же бальзам, гель для души и так далее. Если человек пробовал кофе, другой вкус. Но здесь, я думаю, с этим все понятно. Важно использовать вот эту систему. 2 дня, 2 недели, 2 месяца. И всегда очень классно действует фраза, когда я заканчиваю разговор с клиентом. Я всегда говорю, если будут какие-то вопросы, помните, что я от вас всегда на расстоянии звонка. Это значит, что вы заинтересованы в клиенте, вы всегда рады помочь, ответить на вопрос и так далее. Естественно, конечно, информировать о новых коллекциях. Вот сейчас у нас в последнее время вышло очень много улучшенных ароматов, новинок. И поэтому это повод позвонить клиентам, которые у вас давно что-то не брали. И что я делаю? Я спрашиваю, например, здравствуйте, Наталья, добрый день. Вам удобно сейчас говорить? Наталья из Селезневой я звоню вам сказать, что у нас вышла новая коллекция, либо новое средство. И когда я увидела эту новинку, взяла в руки, я сразу подумала о вас. Так вот я звоню вам договориться о нашей встрече. И дальше вы по схеме назначаете встречу, даете выбор без выбора, когда удобно и так далее. То есть выход новинок – это повод обратиться к клиентам и показать, презентовать то, что у вас сейчас имеется. Так, у меня год держится при ежедневном использовании. Не совсем поняла, но не суть. Дальше. Очень классно действуют такие мелкие приятности. В заказ можно вкладывать какие-то карточки, ну, помимо каких-то маленьких бонусов, в виде там пакетика кофе, патчей, ароматизатора и так далее, какую-нибудь открыточку «Спасибо за покупку», где вы лично обращаетесь к клиенту. Ну, например, Наталья, ваш заказ очень важен для моей семьи, спасибо за ваше доверие. И свои имя, фамилию, контактный телефон. Благодарю за ваш выбор. Удачной вам недели и хорошего настроения. То есть такие приятные слова, они абсолютно всем будут приятны. Естественно, делать какие-то красивые упаковочки, если клиент покупает в подарок. Что еще я использую? Веду специальную клиентскую базу, где отмечаю, когда человек купил, что купил, как раз-таки для того, чтобы понимать, что я могу в течение двух недель и двух месяцев предложить клиенту. Вот. Да, Артем, спасибо за то, что делишься своим опытом. Создание ажиотажа, да, оно, кстати, тоже классно. Вот если кому-то надо, то и мне надо. Эффект толпы. Остался последний, все, значит, мое. Да. У меня это тоже хорошо действует, когда я что-то показала, нанесла человеку, например, тот и тот аромат. И вот вижу по глазам, что человеку понравилось, и он такой в сомнениях, брать или не брать. Я говорю, слушай, ну ты определяйся быстрее, потому что вот веришь, нет, остался последний флакон. И человек такой, ну, сейчас же, если я не возьму, возьмет кто-то другой. И да, это на самом деле тоже работает. Ну, обязательно поздравлять клиентов с днем рождения. Кстати, сейчас, чуть позже вы поймете, какой инструмент нам в этом просто колоссально помогает. Очень много информации хочется вам дать, поэтому не забегаю вперед. Важно собирать информацию о клиентах, то есть как зовут детей, может быть, какого они возраста, где они учатся. Понятно, что это не происходит с первой встречи, но когда вы настолько сдруживаетесь с клиентом, что там чуть ли не знаете, как зовут любимую собачку или кошечку, да, клиента, то этот клиент, он уже будет с вами, ну, просто навеки, да. И вам уже не нужно будет завоевывать там доверие, вам будут просто звонить и говорить, так, привези мне то-то-то-то-то, и говорить будете уже на отвлеченные темы. И, естественно, просите рекомендации. То есть я всегда прошу своих клиентов познакомить меня с коллективом на работе, да. Ну, например, какая фраза здесь может вам пригодиться? Все та же самая Наталья. Наталья, я сейчас расширяю свою клиентскую базу и прошу вас познакомить меня со своим коллективом. За помощь я вам сделаю подарок. Вот теперь вы понимаете, почему важно вот в эти два дня позвонить клиенту, спросить, начал ли он пользоваться, узнать его впечатление через, в течение двух недель, для того, чтобы у довольного клиента спросить рекомендации. Помните, что довольный клиент, он приводит тысячи клиентов, да. Еще что очень классное действие, то есть, кстати, Артем меня на тему навел, я не указала это в слайдах. Смотрите, когда человек готов, то есть он сделал выбор, он готов уже купить продукт, здесь в этот момент можно предложить ему более дорогой по стоимости товар с целью увеличения товарооборота, ну и, соответственно, увеличения прибыли. Например, что я имею в виду? Человек определился с коллекцией, например, классик, а вы ему говорите, слушай, это классный выбор, но вот в коллекции Nealux есть еще очень потрясающий аромат, в нем ты будешь там таким-то, 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 давай я тебе его тоже нанесу. И, как правило, человек может сделать выбор в сторону вот большей покупки. Если нет, вы всегда можете вернуться на тот же самый аромат, например, из классической коллекции. То есть вы ничем не рискуете, понимаете, да? Либо, например, когда вам человек говорит, о, классный аромат, но это дорого. То есть когда вы видите, что это действительно не отмаз, просто, чтобы не купить, а действительно человеку дорого, здесь вы тоже можете предложить человеку альтернативу, показать ему выбор и предложить тогда уже что? Стать не вашим клиентом, а клиентом компании. То есть помочь ему оформить дисконт, и человек уже будет покупать непосредственно напрямую от компании, но будет это стоить дешевле. Уточняющий вопрос, да, за какую бы ты цену смог купить? Скажи, если этот аромат бы стоил не там 1300, а 800 рублей, тебе было бы это интересно? Да, было интересно. И рассказываем о возможности, да. И для совершения сделки очень важен призыв к действию. Такие фразы, допустим, как «берите, не сомневайтесь», я уверена, вы точно будете довольны. Либо тоже предложить выбор, да, то есть вы, например, презентовали либо комплект косметики, либо какое-то одно средство. Вы на чем останавливаетесь? На вот этом креме или все-таки вы приобретаете комплект для усиления эффекта? То есть или-или. Это тоже очень классно влияет. Очень классно работает метод дополнительных продаж. Например, фраза такая, как «Очень многие наши клиенты к духам берут еще бальзам для тела для того, чтобы усилить аромат, для того, чтобы на увлажненной коже аромат дольше держался, раскрывался. Это будет, ну, вот просто бога, да». То есть вот такой оборот, что очень многие, то есть уже помимо вас, очень многие клиенты это используют и очень довольны. Либо обратите внимание на экопродукцию. Возможно, для вас это будет актуально. Ну, может быть, вы знаете, что человек аллергует, или у него есть маленькие дети, у него есть постоянная проблема отстирывания, там, вещей от пятен и так далее, да. Либо такой прием, как «Кстати, вы могли забыть о…» Ну, называйте какой-то продукт, ну, например, о кофе. Я хочу вам напомнить о нем. Это тоже классно работает именно на технике ваших продаж. Не устали? Успеваете? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Поставьте пятерки, если вы получили новые идеи, успели записать. Даже четыре пятерки, три пятерки. Отлично, супер. В технике продаж очень важно, насколько вы презентуете себя и дорого себя продаете. Это я называю продажа себя. То есть мы уже сошлись на том, что в любом случае мы что-то продаем. Если не товар, то идею. Если не идею, то себя, свой сервис. То есть прошу понять, правильно продажа себя. Это важно для чего? Для обслуживания клиентов, чтобы клиент чувствовал значимость вашу и хотел обращаться именно к вам. То есть презентуйте еще и себя, свой сервис. Потому что если вы продаете по розничной цене, соответственно, вы понимаете, что это ваша услуга, а услуга должна быть качественной. Поэтому что здесь использую я? Я использую такие фразы, как я провожу бесплатные мастер-классы по красоте, по уходу за кошей, по нанесению ароматов, по разбору парфюмерного гардероба и так далее. То есть вы показываете себя как именно профессионал. Кстати, здесь можно и нужно показывать сертификаты, которые у нас сейчас доступны после обучения. Что я еще делаю? Я незамедлительно знакомлю своих клиентов с новыми коллекциями. Вы обо всем узнаете самым первым. Предоставляю возможность попробовать бесплатно все средства перед их покупкой. Это же преимущество, если вы можете дать попробовать, конечно, преимущество. Доставляю заказ тогда, когда вам это удобно в течение дня. Обслуживаю корпоративные заказы для вас и ваших близких на любой случай, на любой бюджет. И, конечно же, доставка, упаковка и улыбка от меня в подарок. То есть это тоже умилительно действует. И после этого человек обязательно улыбнется, даже если он был в очень негативном настроении или что-то влияло на него негативно. И такой способ, как апселл, продажа апселлом. Знаете, что это такое? Наверняка с этим сталкивались, когда, например, элементарно вы покупаете телефон. Вы знаете, что вы уходите не только с покупкой телефона, вам еще продадут чехол, наклейку на стекло, может быть, даже какую-то страховку, гарнитуру и так далее. И это считается нормально. Но почему-то, когда мы сами продаем клиенту что-то, у нас включается, ну, я не говорю про всех, у многих есть такой стопор, включается какая-то задняя скорость. Мы начинаем считать деньги клиентов и считаем, что, ой, он мне так купил аромат с неолюкс, что же я еще буду там что-то продавать. Ни в коем случае не надо. Расширяем линейку. То есть человек покупает аромат, предлагаем ему что? Бальзам и гель для душа. То есть смотри, ты покупаешь классный аромат, а что, чем ты будешь кожу мыть? В дешевом станции или, да? То есть предложите классный гель без парабенов, без сульфатов, предложите бальзам. То есть в комплексе вы будете вообще там, вы будете довольны своей кожей, у вас будет классный аромат и так далее, да? То есть к любому средству вы еще предлагаете что-либо. Кстати, те фразы, которые я предлагала по поводу, очень многие наши клиенты используют уже, да? Это тоже является вот к седьмому пункту для продажи апселл. Обратите внимание вот на эту линейку. Она тоже может быть вам полезна. Это тоже все является продажей апселл. Так, и переходим к нашим рабочим инструментам. То есть сейчас мы проговорили, как мы это делаем, а теперь мы отвечаем на вопрос, что же нам помогает вот в работе с клиентами. Естественно, всегда с собой у меня есть наша замечательная папочка, презентер, парфюмированный клатч, как ни назовите, но это реально классный инструмент, когда мы можем показать абсолютно любой аромат, нанести на кожу, чтобы человек услышал звучание этого аромата, а не купил кота в мешке, да? Естественно, мы используем визитницу, блоттеры, блокнот, чтобы записать себе какую-то информацию, прайс, визитки, ароматест и опросники. Вот здесь вот я остановлюсь поподробнее, и это как раз-таки ответ на вопрос, что я, допустим, знаю, люблю продавать, но не знаю, как это делать. И для многих является барьером именно вот, что сказать клиенту, как подойти и так далее. И вот такие опросники и ароматесты, они являются классным помощником для того, чтобы начать. Потому что, почему вы на работе продаете? Потому что вы знаете, что у вас есть такое задание, у вас есть план, и если вы это не сделаете, ну, вас просто уволят, да? Так вот эти опросники, это своего рода тоже, вы можете представить, как у вас есть задание от компании, и вы не что-то продаете человеку, вы совершаете опрос, да? Вы совершаете анкетирование. Но этот инструмент дает вам возможность найти людей, которым будет интересен тот или иной продукт, о котором вы завели с человеком разговор. Или просто элементарно флаконы армель, да? Всегда у меня с собой один или два аромата, всегда. И на одну руку я наношу один аромат клиенту, на другую – другой. Для чего? Да просто, просто попробуй, у нас новый аромат, и давайте выкшипну один на одну руку, другую на другую. Скажи мне просто нравится, не нравится. Может, конечно, такое быть, что не понравилось, тогда вы просто понимаете, что это не ваша целевая аудитория, но в 99% случаев, вот я показываю, например, там пять новинок, два аромата точно люди выбирают себе. О чем это говорит? О том, что если вы нанесете два аромата, один человеку, как правило, точно понравится, либо он проявит интерес, и вы сможете сделать ему аромоподбор. Если говорить о более современных инструментах, которые у нас есть, и вот все то, о чем я говорила в постпродажном обслуживании для клиентов, все эти пункты, которые я назвала, они есть у вас, друзья, вот в таком классном мобильном приложении, если вы настроили CRM-систему. Поставьте плюсики, у кого она уже есть. Это реально очень крутой, мощный инструмент, где вы ведете уже базу клиентов, где у вас формируется, то есть вам не нужно ничего записывать, формировать. Человек сам проходит тест, и вы уже знаете, что у него есть, вернее, не что у него есть, а когда у него день рождения. Вы видите результаты тестирования, и вам остается ни много ни мало просто назначить встречу. То есть это очень современный, очень легкий, понятный инструмент. Вот так это выглядит. Во-первых, есть электронный каталог, он всегда под рукой. Вы можете открыть мобильное приложение, показать человеку, вы можете скинуть ему свою реферальную ссылку, вы можете скинуть ссылку именно на конкретный продукт, на его описание, да, это приложение. Все также, да, либо каталог, либо подбор ароматов, все очень понятно, доступно. Есть классификатор ароматов. Не нужно быть супер-пупер-профессионалом. Вот, пожалуйста, вам все подсказки. Потрясающий тест, пройдя который, человек отвечает на несложные вопросы, и система подбирает ему те ароматы, которые подходят. Но в чем заключается фишка, да, что ему выходят номера, у него возникает интерес, а что же это за номера, и тогда вы приходите к человеку с нашей супер-папочкой, наносите ароматы и совершаете с ним сделку. Здорово? Конечно же, здорово. Так. Ну и практически мы с вами подытожили нашу сегодняшнюю школу, но не коснулись вопроса, где же искать новых клиентов, как расширять клиентскую базу. Конечно, это можно делать с помощью нашего мобильного приложения. Вы только представьте, какому количеству людей можно разослать ссылки с целью, чтобы они прошли ароматест. Да. Мы можем использовать аромавизитки. Можно раздавать неограниченное количество наших пахнущих визиточек, и тем самым большее количество людей влюблять в наш бренд. Естественно, для расширения базы клиентов вы можете использовать корпоративные заказы. Придя в одну организацию, вы можете получить 10, 15, 20 заказов. Даже если вы получаете 2-3 заказа, та система 2 плюс 2 плюс 2, которую я вам сегодня сказала, и многие из вас ее не знали, она вам помогает во взятии рекомендаций, естественно, тоже расширение клиентской базы. Всевозможные гостевые вечера, различные мероприятия в вашем городе, где присутствуют те же предприниматели. Пожалуйста, берите свои визитки, обменивайтесь контактами с целью нетворкинга, рассказывайте, чем вы занимаетесь. И, естественно, анкетирование. Анкеты у вас есть в личном кабинете. И скачивайте уже рабочий инструмент, распечатывайте и работайте над увеличением узнаваемости, опять же, бренда. И в заключение хочу сказать, возвращаясь к нашему первому слайду, что все-таки продажи – это основа, и как бы мы либо любили, либо не любили продавать, все-таки бизнес – это продажа. И продажи не разовые, а постоянные. И если вы с сегодняшнего дня уже начнете применять те фишечки, какие-то жетончики, которые у вас сегодня провалились, даже просто элементарно настроить наш онлайн-инструмент, привести в порядок блотеры, распечатать анкеты, это уже все приведет вас к тому, что у вас будут не просто разовые, какие-то непонятно откуда взявшиеся продажи, а именно постоянные. Вы будете формировать базу лояльных клиентов, которые приведут тысячи лояльных клиентов в ваши сети. Ну что, вот на такой вот позитивной ноте я, в принципе, готова закончить свое обучение. Надеюсь, что оно вам было очень понятно и полезно. Если у вас есть вопросы, у нас есть буквально несколько минут, чтобы я на них ответила. Потому что смотрю, что на часах уже без 4 минут 10 по Москве, поэтому уже подвожу итоги. Спасибо, спасибо, не за что. Всегда рада быть полезна. Запись поставила. Сейчас, если все технически сложится, то обязательно в лидерском чате поделюсь записью, и вы через своих активных спонсоров можете взять запись, если вам что-то нужно будет прослушать. Вопросов нет. На самом деле меня это радует. Значит, все было изложено кратко и понятно, насколько это было возможно кратко. Конечно, на тему продаж можно говорить бесконечно долго. И наверняка я вам еще не все рассказала, но у многих уже ночь на дворе, и время неумолимо бежит вперед. Вот у нас всегда есть с вами час, в который нам нужно уложиться. И что могу сказать? Мы это сделали сегодня с вами. В свою очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы были сегодня со мной, за то, что вы провели этот чат активно, активно писали, участвовали в обучении. Желаю вам больших продаж, побед и, конечно, двигаться к цели. Кофе-гоу помощь, да. Ну все, всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok